Привет! Шоколадная пятница продолжается еще раз на следующей неделе. Итак, сегодня мы, как и обещали, продолжим тему сублимированных фруктов и расскажем про то, как делать мармелад. Краткая теория мармелада заключается в том, что мы используем пектин. Пектин вот такое вот замечательное вещество. Бывает много-много разных видов, но самых распространенных бывает два. Сейчас мы их покажем вам. Пектин. Бывает двух видов. Бывает пектин яблочный или желтый. Выглядит вот так. И бывает пектин цитрусовый. Выглядит вот так. Или белый пектин. Этот пектин называют, вот этот обипектин, а вот этот, не помню как, полипектин. В принципе, не очень важно, каким из пектинов вы пользуетесь. И тот, и другой добывается просто разными путями, из разных вещей. Этот добывается из цитрусовых, а этот, соответственно, из яблок. Вот. Но мы воспользуемся цитрусовым пектином. Пектины также различаются по степени ретификации, по скорости реагирования, то есть по тому, насколько они быстро жилируют массу. Есть пектины для мармеладов, есть пектины для различных топпингов, то есть для напитков, например, которые делают небольшую степень загущения. Ну, вот, собственно говоря, нам нужен сейчас пектин для мармелада. То есть мы берем 400 или 500 серию, немецкий пектин. И для того, чтобы делать мармелад, нам понадобится сахар и глюкоза, чтобы стоять боятся. Ну, соответственно, вода, наши любимые сублимированные фрукты и ягоды, и немножко я развел лимонную кислоту, раствор лимонной кислоты. Вкратце, теория пектина заключается в чем? А пектин термически необратимый гель. Итак, если рассматривать молекулы пектина в массе, то выглядят они примерно вот таким вот образом, такие вот пружинки, которые там растворены. Вот, и, собственно говоря, в присутствии двух продуктов, сахара и кислоты, то есть, смотрите, сразу напишем, давайте, что PH, это уровень кислотности, баланс кислотности, для пектина, для того, чтобы пектин нормально зажелировался, получился отличный гель, нужно где-то 30, 36, наверное, вот так вот, по-моему. Не помню, в чем там PH измеряется, но, примерно, такой индекс PH должен быть у пектина. Как можно померить индекс PH? То есть, мы должны понимать, что сахарный PH, наверное, не влияет, влияет в основном только наш фруктовый компонент. Если фрукты не очень кислые, да, то есть, больше можно, меньше нельзя. Значит, если фрукты не очень кислые, то необходимо увеличить кислотность среды методом добавки лимонной кислоты, лимонного сока или еще чего-то такого кисленького. Так вот, что происходит с молекулами пектина в присутствии сахара и кислоты? Они создают вот такую вот решетку, да, то есть, они удлиняются и получается вот такая вот, собственно говоря, удлиняются, растягиваются, получается вот такой вот гель. То есть, они фактически друг за другом зацепляются. В этом вся идея. Для того, чтобы пектин правильно сработал, а, ну и в отличие от желатина и агара, если уже вот эти штучки у нас сцепились, то их расцепить, просто нагревая массу, невозможно. Если желатин, мы просто подогрели, и он опять распался на жидкую составляющую, то есть, стал жидким, то пектин, сколько мармелад не нагревать, бесполезные занятия. Все, они уже встали и так и будут. То есть, термически необратимое вещество. Итак, самый простой, идеальный мармелад состоит из, я напишу сразу рецепт, 500 грамм сахара. Это такой прямо идеальный мармелад, то есть, мы говорим о мармеладе, в котором, ну, фактически ничего нет вкусового, да. Так, 50 грамм пектина, 500, ну, пусть 500, там, давайте возьмем 550 грамм глюкозы. Можно, конечно, сделать чисто на сахаре, да, но с глюкозой пектин получается лучше. Есть для этого ряд причин, она дает меньше сладости и улучшает структуру геля. Значит, пишу полностью, да, и, соответственно, 500 миллилитров воды. По-моему, воду можно взвешивать в граммах, вроде как килограмм воды и литр воды примерно одно и то же. Вот, значит, вот, подводим черточку, и вот здесь вот, соответственно, у нас уже есть разные, соответственно, вкусоароматические вещества. Это концентрат лучше брать, почему? Потому что если мы берем с вами вкусоароматику в какой-то виде, например, сока или пюре, смотрите, как только мы добавляем, вот мы вот это все смешали, как положим, да, и получили, так называемый, сахаропектиновый сироп. По сути дела, какой бы рецепт мармелада вы не встретили, много разных методологий и так далее, по сути дела, мы сначала получаем сахаропектиновый сироп, который, в принципе, жидкий, он гелем не является. То есть пектин там растворен, но он еще вот эту вот фазу не прошел. И как только мы добавляем вкусоароматические вещества и кислоту, то есть в присутствии вот этого вот компонента, точнее сказать, вот этого, да, у нас происходит, собственно говоря, вот этот переход пектина от такого состояния вот к такому. Итого, получается, что если мы с вами сделали сахаропектиновый сироп, чем мы сейчас займемся, мы можем его хранить совершенно спокойно в течение, там, нескольких месяцев в холодильнике, ну, может, не месяцев, недель, там, и так далее, не боясь, что... То есть мы можем сварить сразу, там, литр, два литра, три литра сахаропектинового сиропа, а потом на его основе делать мармелад. Говори сюда. Идея, да, общая идея в том, что добавляя к сахаропектиновому сиропу сухие вещества, мы не вносим дополнительную воду. В этом плане очень удобно использовать сублиматы. Почему? Потому что они сухие сами по себе, то есть мы их в порошочек перетерли, добавили к сахаропектиновому сиропу при, соответственно, нагреве определенном, и получили... А, если не хватает у нас, например, манго, не такое кислое, как лимон или апельсин, добавили чуть-чуть лимонной кислоты, растворчика, и получили хороший гель. Разлили его в рамку, предположим, и получили готовый мармелад. Ну что, поехали. В теории, в принципе, вот все очень просто. Мы сейчас с вами сварим сахаропектиновый сироп. Как раз у нас есть 500 с копейками глюкозы, сахар, пектин, вода. Лимонная кислота, разведенная на всякий случай, и два вида сублиматов. Барим сироп, берем пектин. Вот здесь есть одна очень интересная фишка, что вперед вода или все остальное. Мы сделаем следующим образом. Мы берем нашу плитку, наливаем воду всю, пол-литра воды, и подогреваем ее на 90 градусов. Просто немножко я прогреваю, 120 поставим. Хорошая плитка, замечательная. Смотрите, все управляется сенсором, никуда ничего не подтекает. Много лет он верой и правдой служит. А сейчас, кроме всего прочего, еще производитель этих плиток существенно снизил цену, ну, конкуренция на рынке, может, партии стали у них больше. Ну, в общем, сейчас эта плитка раньше она стоила 4 тысячи, может быть, даже с гаком, а сейчас, по-моему, 300 копеек. То есть, 300, 200, по-моему, ее цена. Ну, там, скидки действуют все, да, помним. Поэтому, может, конечно, и есть плитки за 800 рублей, друзья мои. Но, я думаю, что за 800 рублей такого качества, однозначно, панели можно не получить. Вот. Хотя, в принципе, наверное, если поискать, китайцы могут и за 800 рублей сделать. Ну, китайцы, вы знаете, как бывает. Делаем много дешево. Но, если уж у китайцев качественно, дешево это точно не бывает. Подогреваем воду. Помним одну важную вещь. Пойду-ка я за термометр. 350 рублей без скидок. Со скидками дешевле. Контактный термометр. Мы с вами помним одну важную штуковину, что в переработе с жидкостями использовать надо контактный термометр. Почему? Потому что контактный термометр меряет температуру внутри жидкости. Градцев до 70, догреем, можно будет, собственно, заниматься дальнейшими делами. Если мы будем использовать пирометр, наш любимый бесконтактный термометр, то при кипении жидкости мы будем измерять температуру пара. Об этом мы тоже уже говорили. Вот вода у нас уже градусов 40. Пока вода закипает, вот видите, дисплей 35,6. Десятая доля градуса измеряет, удобнейший градус. Смотрите, что нам нужно будет сделать. Мы с вами должны изначально пектин смешать с сахаром. Зачем? Если мы этого не сделаем, сахара можно побольше. На 50 грамм пектина, грамм 100 сахара. Потому что, собственно, пектин очень мелкий. Очень-очень мелкий. И при попытке его растворить, когда мы варим с вами сахар и пектиновый сироп, наша задача номер один, растворить пектин. Он, безусловно, набухнет. Набухнет, начнет вести себя очень плохо. Если его с сахаром предварительно не смешать, он просто слипнется. А в смеси с сахаром частички пектина налипают на кристаллики сахара, и пектин гораздо легче растворяется. Но вообще известно истинно, что всякие такие сухие вещи при смеси с сахаром потом растворить гораздо легче. Все замешали. Сейчас будем варить. Смотрите, сначала удобнее всего начать с того, чтобы некоторое количество времени поварить пектин, чтобы он полностью разошелся, крупинок не осталось, а с небольшим количеством сахара. Давайте еще добавим. Вот так. Потом добавим весь остальной сахар. Сахар и пектиновый сироп. Потому что если мы будем варить очень густой сироп, то ничего хорошего из этого не будет. Варим все время на медленном огне. Сильно не перегреваем. Вот так вот. Все, пойдем. Так, наши пол-литра воды нагрелись уже до 50-ти. Вот там термометр нам показывает 50 градусов. Ну, подождем пока. Пусть болтается. Палочку, конечно, если на дно поставим, то палочка нагреется очень быстро. Будем ее болтать иногда, доставать из воды. Вот уже 60 градусов. Ну, в принципе, можно уже потихонечку засыпать пектину. Так, чем воспользуемся? Девянную лопату не хочу. Возьмем ложку. Так. 90-120 нормально. 120 температуры, которую плитка пытается поддерживать. Наша задача не сварить карамель. У нас есть задача на медленном-медленном огне растворить пектин с сахаром в этой воде. Все, начинаем потихонечку подсыпать, помешиваем. Видите, что происходит? Вот такие хлопья пектиновые плавают. Вот здесь вот все у нас. Ну, сейчас все, вода подогреется и разойдется. Варить пектин слишком долго нельзя. Пектин, к сожалению, разрушается. Если варить его слишком долго, то есть 30 минут прям все, можно будет выбрасывать. Минут 5 поварим. В принципе, хватит. Все, вот так вот потихоньку завариваем. Вот, что происходит? Ужас. Если мы воду нальем в пектин, будет, конечно, еще хуже. Там все свернется и будет кошмар. Вот такой сиропчик у нас получается. Потихоньку растворяется все. Сейчас вода будет нагреваться и он начнет расходиться. Это и есть основа для будущего мурнивала, которую мы сейчас делаем. Важно все помешивать. Смотрите, пока у нас связи не начали образовываться, то есть до тех пор, пока гель еще не образован, он еще не стабилен, мы его спокойно перемешиваем. Но как только гель начинает образовываться в присутствии кислоты, его перемешивание надо срочно запретить. Почему? Потому что мы этим перемешиванием будем разрывать те связи, которые гель образует. То есть мы начнем мармелад просто разрывать. У нас пойдут комочки и ужас, ужас. Все, слипнется. То есть ровной структуры не будет. Все, вода нагревается потихоньку. Вот такие вот пектиновые дела. Не очень красивая штука. Ну да ладно. Смотрите, когда мы его доведем до кипения и минут пять проварим, он фактически станет прозрачным. Этот эффект достигнется как раз с растворением пектина в воде. Добавим температуру маленько, чтобы долго не ждать. Хорошая печка. Идеология инфракрасного, извините, индукционного нагрева в том, что печка остается холодной. Видите, я спокойно трогаю. Вот. Печь холодная. Вот здесь вот еще тепло, но это от посуды нагрелось. Нагревается только сама кастрюль. Кастрюль горячая. Не вся посуда подходит для индукционных плиток. Индукционная посуда должна быть магнитной. То есть для того, чтобы проверить, при покупке посуды подходит она или нет для такой плитки, надо просто взять магнитик. Где взять магнитик, это второй вопрос. Вот, например, у нас есть телефон. В телефоне чехол, у чехла магнитная застежка. Приходишь в Икею выбирать посуду, если нигде не написано, ну, в Икее, кстати, написано везде, есть там индукционные плитки, подходит ли нет. Где-нибудь в другом месте приходишь, шлепаешь маленький магнитик, который есть в чехле телефона на посуду. Если прилипает, все подходит, можно брать смело. Плитка удобна для дачи. Ну, в принципе, для профессиональной кухни тоже удобно. Если вы не постоянно пользуетесь плитой и вам не нужно встроенных панелей с быстрым нагревом, то тогда это решение для вас. Достали, попользовались, убрали. Места занимает мало. На маленьких кухнях прям вообще идеально. Небольшая кухня в кофейне. Купить такую плитку избавит себя от массы проблем в случае, если возникнет необходимость, можно будет легко убрать в шкафчик и достать, если потребуется. Мощность этой плитки 2 кВт, а эффективность, как утверждает производитель, почти 90%. Если мы говорим, например, об эффективности старых нагревательных элементов, то там где-то на 60% от силы дотягивает. Самый современный способ нагрева. Видите, достаточно жидкий сиропчик. Сейчас еще сахар добавим, оставшийся. Только в самом конце добавим в гукову. Сахар эффективный, сироп готовый, сваренный, можно будет охладить. Как я говорил, вы храните в холодильнике. Если нужно сделать маленько мармелада, отогрели, завели, получили мармелад. Ну вот, пошло кипение. Напоминаю, что мы кипятим его на небольшом огне или в невысоком температурном режиме. Потому что, если пиктим перегреть, тоже ничем хорошим это не кончится. К сожалению, все мармеладные дела, так и карамельные, чувствительные к температуре, будем слишком сильно нагревать, значит, карамелизуем сахар. И минут 5 засекаем, дальше по времени у нас 10. Немножко варим, помешиваем. Комочки, в принципе, все разошлось уже. Где-то там какие есть, разбиваем ложкой. Мы, конечно, не профессионалы, каждый день мармеладов не варим, но зато понимаем, как это делается, что и зачем следует. Потому что задача нашего проекта в первую очередь отвечать на вопрос, почему. А на вопрос, как должны отвечать практики. они уже изобретут рецепты, расскажут нам, сколько кислоты капнуть вдобавок к тому или иному фрукту. Например, если мы задумываемся с вами, как сделать шоколадный мармелад, что нам, казалось бы, хотим сделать шоколадный мармелад. Нам тоже потребуется, в принципе, все то же самое. Но кроме этого, надо будет откуда-то взять самую кислоту. Тогда нам на помощь придет лимонный сок или просто раствор обычной лимонной кислоты. Зачем помешиваем? Помешиваем за то, чтобы не пригорало. Потому что это гель, и, не дай бог, пригорит. Будем по 120 байт потом. Вот, все, комочки все разошлись. Ну, что-то, если еще и осталось, все маленькое. Все, давайте оставим ложку. Пойдем заберем сахар. Оставлюсь. И будем потихоньку засыпать. В отличие от агара и желатина, пектин встает только в сахарной среде. То есть, пектину сахар нужен. Без сахара пектин гель не образует. Сахар и кислота. Расчет. 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 Сахара. Такая красота. Все остатки сатора. Для тех, кто любит пользоваться резиновыми лопатками. В принципе, мы тоже за, но был случай, когда однажды вот такую вот белую замечательную лопатку для крема окунули в карамель, достали, лопатки уже не было. Имейте в виду, что если пользовались лопатками, используйте термостойкие лопатки силиконовые. Обращайте внимание на надписи, которые у нас в лопатках присутствуют. Иначе вам придется выбросить очередную порцию продуктов. Лопатки, конечно, удобная штука. На самом деле, долго мы уже пользуемся всякими разными инструментами. Пора уже мемуары писать. Какие инструменты хорошие, какие не очень. Одна из самых замечательных силиконовых лопаток была, опять же, сделана у Икеи, но отличалась тем, что у нее была слабая ручка. Ручка ломалась, лопатка оставалась. Сейчас, правда, есть вот такой план лопатки, кулинарные ножи. Да? Давай так достанем и покажем. Вот это тут. Это лопатка метра, металлическая ручка. Не очень удобная. Большие лопатки. Ну, вот такого плана. Мы тоже без ручки, видимо, помыли, ручку куда-то дели. Надо получиться. Вот такие вот лопатки есть. Тоже хорошая ручка. Единственное, что, товарищи, когда моем подобные лопатки, обращайте внимание, снимайте их с ручки и мойте отдельно ручку и лопатку. Иначе у нас затекает вода, начнете работать с шоколадом, и какая-нибудь нервная капля с ручки вытечет и испортит вам все дело. Много тонкостей. Лучше принимать чужой опытный и ходить по граблям. Лучше всего, конечно, выбирать те лопатки, у которых цельное соединение с ручки. С ручкой нет никаких дырочек. Ничего никуда не затекает. В поиске идеальной лопатки мы натолкнулись на выставке на одну интересную модель. Но, к сожалению, наше восьмое чудо света взяло ее и сломало. Почти сразу. Размешивал шоколад, говорит. Клянется, чтобы все было как обычно. Но лопатка не выдержала нагрузки. Ну вот сколько мы? Минут пять варим уже? Да. Вот, минут пять мы с вами поварили. Смотрите, гель стал почти прозрачным. Он насыщен пузырями. Но пектин разошелся, в принципе. Напоминаю, на медленном огне все это дело происходило. Видите, прозрачный стал сироп. Вот. Еще раз на фоне нашей оранжевой стены. Все, пектин разошелся. Если мы пектин не до конца растворили, то в мармеладе получится шай. Нам этого тоже не хочется. Берем глюкозу. Вносим. Глюкоза. Бельгийского происхождения. В фабрике Горгил. Вот так вот мы ее туда опускаем. Ужасно липучая штука. Глюкозный сироп. Кто-то спрашивал, можно ли работать на оптичной глюкозе. Я скажу, не знаю, не пробовал. И понятия не имею, сколько нужно сухой глюкозы, для того, чтобы получить сироп такой консистенции. Уж если вам нужна глюкоза, лучше закажите нам и мы вам отправим. Потому что у нас глюкоза стоит недорого. Рублей там 200-300 за 2,5 килограмма за ведерко. Вот, испачкаем вторую ложку. Не забываем, что нужно подмешивать. Ну вот, в принципе, у нас с вами получился наш вожделенный сахаропектиновый сироп. Сейчас мы его еще раз погреем, чтобы полностью перемешать все компоненты. Ну вот, одну ложку освободим от геля. Что у нас получается? У нас получается яичь, которая, в принципе, не застывает. Смотрите, еще важный момент. Если вы будете использовать пудру сахарную, иногда есть рецепты, в которых рекомендуют на смешивание с пептилином, по крайней мере, на начальном этапе, использовать сахарную пудру. Обязательно убедитесь, что в вашей сахарной пудре нет крахмала. Потому что сахарная пудра имеет тенденцию к слеживанию, нравится слеживаться и набирать воду. Поэтому многие производители сахарной пудры добавляют крахмал. Если крахмал в пудре добавим, это может все дело тоже, если не исквотить, то исказить. Сироп у вас помутнеет и будет вести себя совершенно иначе. Поэтому пользуйтесь кристаллическим сахаром и не забивайте себе голову. Так, ну вот, прозрачный сироп. Померяем температуру. Ну, где-то в пределах 100 градусов должна болтаться температура, перегревать не нужно. Я думаю, даже до сотни мы не догоним его. Сейчас-то кипение на глюкозе было холодное, видите. Было 100 градусов температура кипения была. Сейчас 73, до 100 дойдет, будет нормально. Активно помешиваем. Не боимся мешать, потому что кислотность еще нулевая. Ради интереса надо бы купить в химическом магазине тест-полоски на уровень кислотности PH и проверять кислотность сразу вслед. Естественно, проверять кислотность вот этого смысла большого не имеет. А вот, например, растворить в воде немножко сублимированных ягод и посмотреть, что получится. Было бы интересно. 75 градусов. Да? 75. Температура растет. Видно? Видно? Не видно? А контактные термометры только успеваю очистить. Дождемся кипения и будем считать, что сироп готов. Он останется жидким, даже после охлаждения. Застывать не будет. Так что, храните его спокойно. И делайте мармелад в мере необходимости. Каждый раз свежий. Добавим температуру маленько и будем интенсивно помешивать. Печка работает как микроволновка. Имеется в виду, микроволновка, конечно, не излучает. Да? Она работает примерно по тому же принципу. То есть, если мы ставим не максимальную температуру, то она иногда включается и выключается на максимальную мощность. Включится, выключится, выключится, выключится. Так называемый импульсный режим. То есть, она поддерживает температуру, медленно подталкивая ее к нужной цифре. Вот, поэтому мы видим, что кипение идет неравномерно на индукционных клетках. Для того, чтобы процесс шел более равномерно, нужна посуда с толстыми тянками. Ну, извините, что долго. Перерыв мы решили не делать. Как мы с вами договаривались, шоколадная пятница снимается фактически без монтажа. Вот, прозрачный такой сиропчик. Только пузырьки. То есть, вот то, что мы видим в кастрюле, этот цвет, да, это, конечно, пузыри. Пузыри потом всплывут, лопнут, и сироп останется прозрачным. Все, пошло кипение. Проблески к 100 градусам. Увлияем. 80, 90. Ну вот, 90 с копейками градусов, сироп начинает закипать. Все, выключаем пока плитку. Вот, друзья, это готовый сироп для изготовления мармелада. Дальше начинается самое интересное. Если мы хотим все-таки сделать мармелад на фруктовом пюре, то сначала нужно его обезвоживать, потому что мы не учитываем влажность пюре при варке этого самого сиропа. Можно, конечно, брать фруктовые концентраты, очень кислые, добавлять их. Такие концентраты существуют, но они такие достаточно химозные, поэтому если мы хотим натурального, да, то есть решение. Это решение стоит вот здесь на столе, называется оно сублимированные ягоды. Здесь мы порошок получили, порошок манго, а здесь у нас такой кусочками клубника. Вот попробуем и то и другое. Вот она вот такая. Покажем еще раз, да, кусочками. Здесь мы ее перетирать не стали, но пусть у нас будет нагревать немножко кусочками. Вот. Как мы с вами говорили, в дальнейшем дозировка сухого вещества, кислоты, она напрямую будет зависеть только от вашего желания. Давайте сразу подготовим, смотрите, еще один важный момент. Мармелад потом можно разливать в силиконовые формы, можно разливать в пласты. Мы с вами сегодня сделаем два пласта. Почему так? Потому что удобно потом будет сделать нарезку этого пласта и получить конфетку. Берем бумагу кулинарную. Бумагу мы используем сагу. Сага отличная бумага, великолепная. Рамка у нас с вами сборная. Вот она вот такая, видите, вот. Положили раз, положили два. Она прекрасно выдерживает температуру бумага очень высокую. Рамка у нас держит смело до 80-100 градусов, тоже ничего с ним не происходит. Нейтральный материал, подготовили поверхность. Работа с мармеладом предполагает высокую скорость. Как только мы добавили туда продукт, готовый к тому, чтобы зажелироваться, желирование происходит почти мгновенно. Поэтому нам нужно быстро-быстро-быстро все добавить. Немножко-немножко перемешать, пока еще не началось процесс желирования начался. И, соответственно, очень быстро вылить пласт. Я думаю, что мы сейчас сделаем следующим образом. Возьмем делитель. Так, это не то. Это у нас есть палочки покороче. Тоже не то. И это не то. Много разных вариантов рамок. Сейчас погибнем. Возьми силиконовый. Сейчас, подождем, найдем. Все многих есть. Есть еще очень хорошая штука у нас. Называется у нас силиконовый шуток. Когда они у нас появятся, мы, собственно говоря, сделаем то, что нужно. Ну, вот так вот сделаем. Треугольный мармелад у нас будет. Ну, конечно, неправильно. То есть нужна палочка, которая ровно входит вот сюда. Естественно, что у нас такие ограничители есть в продаже. Это рамка у нас демонстрационная. Да и для нее ограничить пока не могу. О, вот он. Вот. Вот так вот ставим ограничитель. Сюда выйдем одну часть мармелада, сюда другую. Для того, чтобы понять, сколько у нас будет мармелада, возьмем кастрюльку. Ну, там совсем на донышке получится. Поэтому будем делать два мармелада за один присед. Вот. Как мы говорили, вот у нас есть сироп. Мы наливаем его в кастрюлю, ну, примерно, наверное, сантиметр два высотой сделаем. Вот так вот где-то. Все, хватит. Вот. Как ты думаешь, вот такого количества хватит сюда залить? Посмотри. Помешай. Нет, лучше много даже. Много даже? Много. А мне кажется, хватит. Останется. 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 Да, мы достанем силиконовую форму. И сделаем мармеладные кружочки из остатков. Да? Да. Отлично. Так вот, у нас еще мармелад войдет с чего начнем? С клубники? Да. Она вкуснее. Клубнику мы сливим. Раздавим кусочки, если есть слишком крупные кусочки. Так, смотрите, клубника сухая. Да? Нам тоже важно, чтобы клубника у нас в процессе добавки мармелад в сироп не слиплась. Да? Клубника у нас по вкусу кислая, как ты думаешь? Да. Ммм. 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 Есть большой вопрос, хватит ли этой кислотности. На всякий случай мы будем иметь под рукой раствор нашей кислой кислоты. Все, пойдем. Значит, смотрите. Куда? Здесь у нас сколько? Ну, наверное, 3 от этого раствора, а то и четверо. А тут у нас 500 грамм сахара, 500 грамм глюкозы, 500 миллилитров воды, примерно полтора килограмма. Так ли? То есть здесь у нас получается грамм 500. Да. Примерно. Да? Давай еще маленько нальем. Вот смотри, есть тут 3, ее нету. Давай немножко ливнем еще чуть-чуть. Опа. Будем считать, что здесь полкило. Надо было, конечно, затарить на весе, поставить тазик этот. Посмотреть, что мы получаем. Так. Если мы говорим, что у нас здесь полкило. Включаем плитку. Опять же маленький. Ставим маленькую температуру. И нагреваем это все. Счастье примерно до кипения. Так же постоянно помешиваем. Вот ту штуку можно охладить и убрать в холодильник. Наверное, так мы и сделаем. У нас будет всего килограмм мармелада. Два раза в полкило. Сделаем мармелад манговый и мармелад клубничный. Что делать, если хочется сделать мармелад и положим на натуральное пюре. Можно, конечно, идти по рецепту, который делает Дима на мастер-классах. То есть, варить его сразу, онлайн, с пюрешкой, добавлять пиктин и так далее. Такой способ тоже возможен. Как я говорил, способов много. Наш способ ближе к классической рецептуре, которую применяют на крупных фабриках. Когда добавка вкуса, аромата и кислоты, идет в самом конце. Перемешиваем. Чтобы не прилипало. Видите, какая получается. Сироп достаточно жидкий. Сказать, чтоб очень густой. Так. Здесь у нас мармелад получится с кусочками. С кусочками, конечно, сухой клубники. Эта клубника возьмет на себя часть влаги из мармелада. Из вот нашего сиропа, да? Он тоже хорошо заберет. Ну хорошо, но он будет такой более плотный по структуре. Я бы сказал, может менее стекловидно. Смотрите, на самом деле, давай поставим по меньшей температуре. Есть такие вещи, я покажу. Вот она, смотри. Паста, да? Паста, в принципе, для мороженого. Это концентрат клубники. Что она из себя представляет? Видите, кусочки клубники. Берут замороженную клубнику. Уваривают. Убирают лишнюю воду. О, химоза страшная. Добавляют лимонную кислоту. Что у нас там еще по составу? Давайте почитаем. Фрукты замороженные, сироп глюкозы, сахар, вода питьевая немножко. Регулятор кислотности, лимонная кислота. Желеобразователь пектин. Здесь пектина совсем мало. Ароматизатор идентичный натуральному. Но, конечно, мороженому хочу почувствовать здесь мало. Консервант сарбат калия. Это чтобы там всякие звери не водились. И краситель пищевой. Получается вот такая штука. Мороженое, конечно, получится очень клубничного цвета. Но химоза химозой. По идее, конечно, понимаете, когда есть решение, связанное с технологическими процессами варки того же самого мармелада и подготовки мороженого, можно сейчас вот ложку столовую сюда бахнуть. И все, мармелад будет прям клубничный-клубничный. Но, нас не обманешь, мы химию кушать не хотим. Хотим, чтобы все было натурально. Так вот, что делать? Если мы хотим взять пюре клубничное или замороженную клубнику, нужно просто удалить из нее воду. Вы ее можете немножко повыпаривать, тоже на низкой температуре. Просто потомите ее так, чтобы удалить плаку. Если вы не используете сублимированные ягоды, я имею ввиду. И потом добавляете ее прямо туда, в наш с вами сахаропектиновый сироп. Но еще неизвестно, на самом деле, что лучше. То есть, вкус, я думаю, получится близкий по тексту. А вот насколько качественнее получится конечный продукт, например, на замороженных ягодах или на замороженном пюре клубничном, чем на сублимированных ягодах. Неизвестно. На сублиматах все, по крайней мере, честно и прозрачно. Вкус яркий. Ну все. Что у нас? Теперь ничего не началось. Добавь. А, ну да. Я же уменьшил температуру. Ставлю где-то на 140 градусов, но это не значит, что 140 градусов у меня будет внутри. Это значит, что плитка будет стремиться разогреть поверхность, нижнюю вот эту вот, с самой посудой, примерно до 140 градусов. Это температура такого достаточно интенсивного кипения. Нам 140 не надо, но скорость разогрева увеличивается. Вот в определенный момент, когда мы видим, что мы подходим к 100 градусам, мы просто понизим температуру и начнем процесс добавки ягод. Вопрос, сколько ягод добавлять? Мы с вами говорили, что сублимированные ягоды при сушке теряют примерно 80-90% веса. То есть 100 грамм этой ягоды, это килограмм живой клубники. В мармеладе, о, пошло кипение, немножко помещаем температуру. В мармеладе у нас с вами ситуация очень интересная. Мармелад, он, как и шоколад, закрывает вкус, да, то есть снижает вкус ягоды в чистом виде. Поэтому, если мы, например, возьмем чайную ложку сублимированной клубники и попытаемся ее разжевать, будет такой взрыв вкуса, будет очень яркий вкус. А мармелад нам нужно добавить на полкило, дать также, как и шоколад, процентов 10, да? То есть грамм мало. Все тебе мало. Но это получается, смотри, на полкило 10% это 5 грамм. 5 грамм. Вот взвесь, сходи мне 5 грамм вместе с камерой. Возьми где-нибудь какую-нибудь ложку. Так, пойдем, пойдем взвесь. Давай пока отставим немножко. Включим весы, затарим. Подожди, подожди. Я вижу. Да сейчас взвесь, подожди. Сейчас взвесь из тортанута будет ноль. Сколько добавим? Надо заметить еще, что тут не порошок. Давай 10 грамм добавим. 10 грамм это сколько? Клубники много не бывает. 10 грамм это сколько натуральных клубники? 100 грамм. На полкило 100 грамм, представляешь? Хорошо. Уговорил. Много? Нам не жалко, конечно. 10 грамм, видите? Да. Все? Да. Ура. Это закроем. Помним, что долго нельзя держать. Плитка там ноет. Говорит, чтобы на нее обратно посуду вернули. На, дорогая, не плачь. Вот, 10 грамм сублимированной клубники. Видите, какой объем? Ну вот, 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 много. Почему я хочу добавить ее в сухом виде? Давайте, добавляем. Добавляем, помешиваем. Сейчас мы ее туда замешаем. Вот, вот, таким вот образом. Порошок, конечно, сразу бы окрасил всю массу. А этот у нас получится мармелад полупрозрачный, но с кусочками клубники. Быстро-быстро-быстро перемешиваем. Перемешиваем. Помним, что в желировании наступает присутствие кислоты. Поэтому кислоту добавляем вообще в самый-самый последний момент. Видите? Ягоды начинают вбирать в себя влагу. Ну, спокойно, хватит батареи. Зарядим сегодня. Ягоды начинают отбирать от себя влагу. Но долго мешать нельзя. Как только кислотность уже появилась, ягода сама по себе кисленькая. Наверное, недостаточно. Как определить? Что? Кислотность? Да, достаточно или нет. Вообще, надо было, конечно, добавить немножко воды и проверить уровень кислотности с помощью флагмусовой бумажки, которая показывает уровень pH. Видите, что получается? Почти прозрачный мармелад. Главное, чтобы вкус был. Как понять, что кислотности достаточно и что нельзя больше мешать? А, надо размешать на первом этапе, потом все оставить, не мешать больше. То есть, это еще первый этап. Все, все. Вот размешали, быстро достаточно, да? Довели до кипения. Сейчас можно вот так вот сдвигать, но это скорее даже не помешивание, а просто мы соскрабываем с дна, чтобы у нас не пригорело. Да? Размешали один раз быстро. Нам же сейчас что нужно? Чего мы пытаемся добиться? Чтоб у нас клубника намокла. Там. Поэтому лучше, конечно, порошком пользоваться, понимаешь? Оставить она намокнет. Оставить? Да. Нет, оставить нельзя. Все, добавляем кислоту. Вот. Чуть-чуть быстро перемешиваем. И все, и мармелад у нас, в принципе, начнет очень быстро желироваться. Здесь долго думать нельзя. Так как клубники кислоты не очень много. Ой, все, уже пошло, смотрите. Добавляем немножко кислоты. Клубники. Хорошо. Хорошо. BCC